Добрый день, уважаемые коллеги! 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 Если пациенты с поздним химиочувствительным рецидивом, то эффективность высокодозной химиотерапии составляет около 60-50%. Если же пациенты с резистентным течением или ранними рецидивами, то эффективность высокодозной химиотерапии снижается до 40%. И у 30% с химиорезистентностью может быть достигнут эффект, но высокодозная химиотерапия является достаточно токсичным методом лечения. В настоящее время особенно актуальна эффективность изучения иммунотерапии при классической лимфоме Ходжкина как опция, которая обладает достаточно высокой терапевтической эффективностью и низкой токсичностью у пациентов при применении терапии спасения, особенно у тех пациентов, которые не являются кандидатами для высокодозной химиотерапии. И в том числе возникает вопрос, а вот раннее применение новых препаратов, таких как иммунотерапия, Ниволумаб, Пембролизумаб, смогут ли они привести к тому, что снизится необходимость проведения пациентам высокодозной химиотерапии при рецидивах и резистентных формах, которые в настоящее время являются современным стандартом для этой группы пациентов. Механизм действия ингибиторов контрольных точек связан с тем, что они влияют на взаимодействие PD-1 рецепторов Т-клеток иммунной системы в микроокружении и с элегантами PD-L1, PD-L2 опухолевые клетки. Нарушая это взаимодействие, они тем самым активируют опухолеспецифические цитотоксические Т-лимфоциты и активируют естественный противоопухолевый иммунный ответ. При многих опухолях отмечается высокая экспрессия PD-L1 и это отмечается также при классической лимфоме Ходжкина, при меланоме, при раке лёгкого, но нас на сегодняшний день интересует именно классическая лимфома Ходжкина. Кроме того, при классической лимфоме Ходжкина наиболее часто встречаются генетические нарушения 9-й хромосомы, которые также влияют на гиперэкспрессию PD-L1. Вирус Эпштейна-Бара, который встречается при лимфоме Ходжкина и ассоциируется с ней до 40% в зависимости от гистологического варианта лимфомы Ходжкина, также повышает экспрессию PD-L1. Экспрессия высокая PD-L1 – это мишень для и также прогностический фактор влияния не только на неблагоприятного прогноза при лимфоме Ходжкина, но и влияет на эффективность иммунотерапии ингибиторов контрольных точек. Высокая частота при лимфоме Ходжкина – более 95% экспрессии PD-L1. В исследовании первой фазы Checkmate 0,39 была выявлена эффективность неволумаба при рецидивах и рефракторном течении классической лимфомы Ходжкина. При этом частота общих ответов составила 87%, то есть для этих препаратов характерна высокая частота объективных ответов, полная ремиссия – около 20%. Это были пациенты значимо предлеченные, они получали высокодозную химиотерапию и в большинстве случаев они получали также и бринтоксимаб, ведантин. При выживаемость без прогрессирования в течение 6 месяцев составила, тоже была достаточно высокая, около 86% для такой группы значимо предлеченных пациентов. Результаты второй фазы исследования Checkmate 205. Здесь были 3 группы пациентов, все они получали высокодозную химиотерапию. В одной группе не проводилась терапия бринтоксимаб, ведантин. Во второй группе проводилось исследование бринтоксимаб, ведантин после высокодозной химиотерапии. И в третьей группе пациенты получали бринтоксимаб, ведантин до и или после высокодозной химиотерапии. Доза неволумаба была 3 мг на килограмм и вводился один раз в две недели. Это были молодые пациенты, в основном с распространенными стадиями заболевания, значимо предлеченными. Независимо от группы у всех было отмечено значительное уменьшение массы тела, массы опухоли, более чем в 95% случаев. Частота объективного ответа была одинакова во всех группах изучаемых. Полная ремиссия была выше у пациентов после рецидива высокодозной химиотерапии, которые не получали бринтоксимаб, ведантин. И ниже была частота полных ремиссий в группе у пациентов, которые получали кроме высокодозной химиотерапии бринтоксимаб, ведантин до и после высокодозной химиотерапии. Важно отметить, что и при полной ремиссии, достижении полной ремиссии на терапии неволумабом и при достижении частичной ремиссии был отмечен достаточно длительный ответ. Особенно это характерно для наиболее высокого ответа, в частности, при достижении полной ремиссии. Важно отметить, что выживаемость без прогрессирования была одинакова для всех групп и независимо от предшествующей терапии. Независимо от того, получали ли пациенты высокодозную химиотерапию и также были ли они рефрактерны, бринтоксимабу, вендотину. Выживаемость без прогрессирования была значительно выше при достижении полного ответа в этой группе пациентов. Общая выживаемость также была независима от предшествующего лечения перед иммунотерапией неволумабом. Также надо отметить, что неволумабом достаточно получена высокая частота объективных ответов. Она не отличалась в этих группах, независимо от раннего лечения. Если говорить о нежелательных явлениях, то чаще всего это были явления 1-й и 2-й степени, 3-й и 4-й наблюдались редко. Токсичность была контролируемая и обратимая. Пневмониты наблюдались в единичных случаях, аутоиммуногепатит тоже в единичном случае. Иммуно-опосредовательные нежелательные явления наблюдались и связаны были с пульмонитами и гепатитами. Кроме этого, надо отметить, что все пациенты отмечают повышение качества жизни в зависимости от визита. И чем дольше они лечатся иммунотерапией, гибитерами контрольных точек, тем выше качество жизни, несмотря на значительную леченность этих пациентов и то, что они ранее получали высокодозную химиотерапию. Проведенные исследования показали, что неволумаб продемонстрировал высокую частоту объективных ответов. И он был высокоэффективен независимо от предыдущих линий химиотерапии, была ли рефракторность к ритоксимабу витантину, или это были рецидивы и рефракторные формы после высокодозной химиотерапии. Ответы были длительными, независимо от того, были достигнуты полные или частичные ремиссии. И также выживаемость без прогрессирования была высокая у этих пациентов, независимо от частоты объективного ответа, глубины объективного ответа. Профиль безопасности соответствовал ранее полученным данным. Продолжающиеся клинические исследования, это неволумаб, был после подключен также группа пациентов с первоевыленной классической лимфомой в Ходжкино, с распространенными формами. И точно так же была достаточно эффективна комбинация неволумаба в первой линии терапии с режимом АВД у пациентов с распространенными первичными классическими лимфомами Ходжкино. Частота объективных ответов была 84%, полных ремиссий 67%, и также достаточно высокая выживаемость без прогрессирования 94%. И только у этих 63 пациентов, двум пациентам понадобилось проведение терапии спасения. Неволумаб в 2016 году был одобрен для лечения лимфомы Ходжкино. В российских рекомендациях показания – это после аутологичной трансплантации, терапия бринтоксимабомедатсина, после трёх и более линий системной терапии, включающих аутотрансплантацию. И также, если это пациенты, не кандидаты для проведения высокодозной химиотерапии. Неволумаб в качестве монотерапии может применяться при рефракторной форме у взрослых после предшествующей аутологичной трансплантации. И до терапии неволумабом пациенты должны получать аутотрансплантацию гемопоэтически с таволомими клетками. В исследовании второй фазы, рандомизированном, изучалась эффективность комбинации неволумаба со стандартной химиотерапией и также последовательное применение неволумаба и стандартной химиотерапии у пациентов с ранними стадиями неблагоприятного прогноза. И также были выявлены высокая частота объективного ответа и высокая частота полных ремиссий при промежуточном ПЭТ-исследовании после четырех введения неволумаба, что может служить предпосылками для дальнейшего изучения неволумаба в монотерапии у пациентов с первичным диагнозом лимфомы Ходжкина. Также отмечена высокая частота выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости. Пембролизумаб в первой фазе многоцентрового нерандомизированного исследования при рефракторном течении лимфомы Ходжкина также показал свою эффективность по частоте объективных ответов и также по высокой частоте выживаемости без прогрессирования. Здесь также были разделены пациенты на три группы, которые получали высокодозную терапию, и не получали высокодозную терапию, в зависимости от того, получали ли они или нет бритоксимаб. Также это были пациенты значимо предлеченные, молодого возраста. Независимо от групп отмечено большое выраженное изменение противоопухолевого эффекта. Частота высокообъективных ответов независимо от группы пациентов ранней предлеченности. Частота полных ответов значительно ниже, но также не зависела от ранней предлеченности в этой группе пациентов. Средняя продолжительность ответа составила 16 месяцев, но наиболее длительный ответ наблюдался в течение 27 месяцев. Длительность ответа зависела от частоты полных ремиссий. Если у пациентов были получены полные ремиссии, то длительность полных ремиссий не была достигнута. Также выживаемость без прогрессирования не зависела у пациентов от раннего предлечивания, но зависела от частоты получения ответа. Выше была у пациентов, которые достигли полную ремиссию. Общая выживаемость не была достигнута при этом наблюдении. Важно отметить, что пациенты этой группы также обладают эффективностью при повторном назначении, особенно если практически у всех был достигнут полный ответ на первой линии терапии, то при повторном назначении частота общих ответов достаточно высокая для этой группы пациентов – около 60%, частота полных ремиссий в четырёх случаях и две частичных ремиссии. Также у этих пациентов была возможность проведения после иммунотерапии четырём – аутологичная трансплантация, десяти пациентам – аллогенная трансплантация. Токсичность приемлемая, невыраженная, токсичности третьей-четвёртой степени не наблюдалась. Также отмечается повышение качества жизни при терапии пембролизумабом у этих пациентов по двум опросникам. В 2017 году он был одобрен для лечения взрослых и детей с рефракторными формами классической лимфомы Ходжкина и с рецидивами лимфомы Ходжкина после трёх и более линий предшествующей терапии. В 2019 году препарат был зарегистрирован для лечения классической лимфомы Ходжкина. Высокая терапевтическая эффективность у значительно предлеченных пациентов с рецидивным и рефракторным течением лимфомы Ходжкина подтверждает отсутствие перекрёстной резистентности с цитотостическими препаратами. В российских рекомендациях по диагностике лечения лимфопролиферативных заболеваний 2018 года пембролизумаб в монорежиме показан для лечения пациентов с рефракторной классической лимфомой Ходжкина и также пациентов с рецидивами заболевания после трёх и более линий предшествующей терапии. Пембролизумаб может назначаться пациентам, не получавших раннюю терапию, брентоксимабом, винатином и аутологичную трансплантацию. В исследовании третьей фазы, рандомизированном, при сравнении эффективности пембролизумаба и брентоксимаба-виндансина при рецидивах и рефракторных формах классической лимфомы Ходжкина после высокодозной химиотерапии или тем, которым не проводилась по разным причинам аутологичная трансплантация, отмечены преимущества пембролизумаба по показателям выживаемости без прогрессирования и продолжительности ответа по сравнению с терапией брентоксимабом и винатином. Также изучаются эти препараты в комбинации с другими препаратами, это двойные и тройные комбинации, для того, чтобы изменить современную тактику лечения классической лимфомы Ходжкина как в первой линии, так и в терапии спасения. В рекомендациях НССН версия 2020 года эти препараты неволумаб и пембролизумаб в монорежиме рекомендуются для терапии спасения. И также остается еще мало изученным, не до конца изученным возможности применения этих препаратов перед и после аллогенной трансплантации. Есть исследования комбинации неволумаба с брентоксимабом и винатином первой-второй фазы, это только промежуточные исследования, где также подтверждается высокая эффективность комбинации данных препаратов по частоте достижения полных ремиссий более 50%. Токсичность в основном наблюдается первой-второй степени. Высокие показатели отмечаются по промежуточных данных безрецидивной выживаемости и общей выживаемости. Также интересная эта комбинация изучается и у пациентов старше 60 лет, которые не являются кандидатами для трансплантации логичными стволовыми клетками. Также по промежуточным результатам подтверждается высокая эффективность этой комбинации. Высокая эффективность, хорошая переносимость и обратимая токсичность. Ниволумаб изучается при рецидивах в терапии спасения в монорежиме и также с комбинациями режимов терапии спасения, например, АИС. То есть, возможно, в качестве бридж-терапии высокая эффективность Ниволумаба и более низкая токсичность по сравнению с химиотерапией спасения. Эти препараты изучаются в настоящее время в комбинации со стандартной химиотерапией, с терапией спасения, в комбинации двойной или тройной с другими иммунопрепаратами и таргетными препаратами. Пока непонятно, как их лучше применять и комбинировать. В параллельном, в последовательном применении изучаются эти препараты в качестве бридж-терапии перед аллогенной трансплантацией и после аллогенной трансплантации в качестве поддержки после аутологичной трансплантации у пациентов с рецидивами и рефракторными формами лимфомы Ходжкина. Также зарегистрирован новый режим применения пембролизумаба. По всем показаниям это было ускорено, одобрено в апреле 2020 года. Режим 400 мг каждые 6 недель, что особенно важно в условиях нашего сегодняшнего времени. Ингибиторы контрольных точек высокоэффективны, даже у значительно предлеченных пациентов, улучшают выживаемость без прогрессирования, в том числе и у пациентов с рефракторным течением, позволяют достигать продолжительного наилучшего ответа, улучшают значительное качество жизни у предлеченных пациентов. Предпочтительная опция – это если не кандидаты для высокодозной химиотерапии, также они эффективны в терапии первой линии при рецидивах и рефракторном течении. Спасибо за внимание.